Вика, Вика, Виктория, это у нас новое подрастающее поколение риэлторов, то есть школа у нас называется сам себе риэлтор, она вроде казалась мне всегда для взрослых, но вот так вот подрастает новое поколение, и сейчас Вика нам проведет экскурсию по своей урбанизации, то есть мы ее продаем. В предыдущем видео вы видели, вы видели ее внутри квартиру, а теперь нам Вика ее покажет снаружи, да очень красиво, ну давай пошли, так вот смотри мой Юля, ну давай красиво нас видит, Вика ты иди, я за тобой буду идти, не переживай, иди и я тебя буду ловить. Вот урбанизация, она огромная, очень много людей живут, вот красота, очень красивые растения, и вон один бассейн, чисто здесь, красиво. Пробеги к бассейну, а я тебя поймаю. Вопросы можно задавать, вы не думайте, что нельзя, мне как раз видно вас. Вот бассейн. Так, что в нем хорошего в этом бассейне, пробеги вокруг, Вика. Да, вода теплая, красивая. Что, прям теплая вода? Ну, летом, да, иногда может быть холодненькая, а так теплая, вот здесь не очень глубоко, а там уже, да. Вот, маленький бассейн для детей. Ага, там еще маленький бассейн. А вот, помни. Вот такая красотища. Чтоб маленькие дети играли. Подожди, подожди, Викусе, я тебя сейчас возьму, давай. Рощу себе помощника. Да. И вот, маленький домик, чтоб маленькие дети играли. А ты можешь туда зайти? Я? Нет. Ты уже большая, что ли? Вот как про мужиков-то поговорили, про парней. Да, привет. Представляешь, ты как риэлтор, который сидит у себя дома в офисе и ждет, пока к нему люди придут. Привет. Привет. Что продаем, Вика? Ну, мы продаем дом, который мы показывали. Дом, который мы показывали, правильно. Привет. У меня новый помощник. Здесь еще есть такие красивые цветочки. Очень красивый бассейн. Ну, и где они красивые, Вика? Вот. А, ты про эти? Ну, да. Отличный домик и бассейн. В предыдущем видео мы квартиру эту показывали. Да. Все, моя золотая, давай аккуратненько. Да. То есть, до Викиного видео, до Викиного интервью мы показывали внутреннюю квартиру. Теперь Вика вызвалась нам показать территорию. Да. Очень красиво. Ну, со спины, ребят, извините. Да. Да, извините. Да, извините, что мы со спины, но тем не менее, бежущее, бегущего ребенка показывать это все равно хорошо. Сейчас мы решим, как мы это сделаем. Ну, вот наша ледочка открывает нам дверь. Кто нам открывает дверь? Ледочка, моя мама. От моря далеко? Вика, от моря далеко? Да. Ну, там он не так далеко. Просто нужно много пройти. Много нужно ходить, спортом заниматься. Хорошо. А дойти-то можно до моря или надо обязательно машину? Ну, можно дойти. Ну, сколько примерно? Польчасика. Польчасика? Километра два, да, наверное? Чуть-чуть, да. Километра два. Но это нормально. Если хотим виды, вы видели, какие виды из террасы, то, конечно, это нужно идти. Если виды не хотим... Так, Викуси, давай. И вот наша любимая мамочка, моя любимая мамочка, нам закрыли дверь, чтобы зайти в следующий бассейн. Вот здесь тоже красиво. Здесь я больше купаюсь бабушке. Здесь очень натурально тоже. Здесь тоже летом очень много кошечки. И если мы идем купаться, может быть, увидим. И вон как красиво все. Вика, на камеру. И вот как раз дели вот так, очень красиво, так и камешки поставили. В Испании все-таки все красиво. В Испании все-таки так красиво. Вот они души. Да, и когда уже наступает лето, уже, может быть, меняют воду вечером. Вот здесь они меняют. Потому что зимой никто не купается. Девочка, ты давно в Испании, Вика? Да, я родилась здесь. Она здесь родилась. Поэтому ее акцент, он даже не чувствуется. То есть она говорит очень хорошо по-русски. Я? Правда? Правда? Да, и вот маленький бассейн, большой бассейн, якузи. Его должны помыть. Его должны помыть, но его помоют. Да, конечно. Да, она большая умница. Прям большая умница. Прям приятная. Я сегодня первый раз познакомилась с ней после 9 лет. Я видела ее, когда она только родилась. Ей было сколько? Месяца три, да, наверное, Люкс? И вот мы здесь так выходим. Посмотрите. Иди туда, пробегись. Можешь пробежаться вокруг? Вот, поэтому для меня, конечно, то, что она так хорошо говорит по-русски, это очень большая редкость. И вот здесь, где-то доставляют, ну, такие лежачки, чтобы люди лежали. Бывают еще такие лежачки, которые люди покупают, и они, чтобы не лежать на грязнике лежат. А, ну, есть бесплатные, все бесплатные. Кто хочет, покупает. И здесь лавочка, кто хочет садиться, отдыхает. Ты моя золотая, девочка. Ну, посиди пока, я сейчас сниму бассейн полностью. Вот она, вот эта квартира, да, в этом доме продается, которую мы показывали. И вот такой вот огромный бассейн. Мама молодец, да, мама ее научила. Людмила, тебе привет. Спасибо. Мама молодец. Да, это каждодневный труд. Каждодневный, да, каждодневный, кропотливый. Вот такая вот, смотрите, это супер просто, ребят, супер, правда. Мы еще фотографии понаделали. Да, 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 но оно смотрится в кадре просто шикарно. Такая красота, да? Супер просто, но нереально. Вот те, кто у нас будет в записи смотреть, просто шик. Вот это весна. Да, в Испании началась весна. В Испании весна, поэтому все такое красиво. Сейчас будет очень много интересного цвета, потому что именно в это время хороший свет, много цветов, много красок. Пошли, пошли. Сейчас мы зайдем. Зима пока. Ну ничего, зима тоже проходит. Ты моя, зайка, пойдем. Мы сейчас зайдем в следующую организацию, где следующий возник. Очень просто зайти. Ага, то есть смотрите, какие машины стоят на парковке, то есть в принципе, да, мы всегда смотрим по соседям. Это важно при выборе недвижимости. Кто будет жить с вами, то есть какой класс, кто здесь снимает. Зимой. Зимой. Там он очень хорошо селк закрывает, чтобы никто не зашел. Чужой, никто не зашел. И мы пошли. Прям всю информацию улыбается. Да, ешь, как надо. А вот это что такое? Вот это что за дома такие деревья? А, это здесь складывают вещи, чтобы вытерять бассейн, чтобы мыть урбанизацию. Да, надо переезжать в Испанию, чтобы мыть урбанизацию, да, сюда, складки. А я думала, баня. И есть очень много, ну, девочки, которые моют полы, и вот так далее. Ну, пошли. Сегодня у нас плодотворный очень день. Так, вот я сейчас вот так вот поставлю. Вот такая вот красота. Ну, здесь почему-то... Вот оно. Ну, это то, что мы видели с террасы. Вот так. Вот она. Здесь Вика гуляет. То есть она... Ну, видите, что вся территория закрыта, поэтому отпускать ребёнка не страшно. Во-первых, на въезде во всю урбанизацию есть охранник. Вот. То есть охрана, да? Это вы мне так радуетесь? Вот. Есть охранник, да? То есть это первое преимущество. Ну, и во-вторых, когда мы детей отпускаем гулять, сами понимаете, то есть неважно, снимаете вы здесь в аренду квартиру, владеете ли вы квартирой. То есть когда ребёнок находится под присмотром, и ты знаешь, что ты можешь... Вот Людмила рассказывала, что, да, есть и друзья здесь. То есть они спустились вот по этим дорожкам. Знаете, как волшебник из заморозного города. Привет. И побежали, побежали. То есть мама спокойна. И с террасы всё видно. То есть, ну, здорово. Здорово. Да? Давай, прощаемся. Ну что, пока. Спасибо за то, что были с нами. Да. За то, что смотрели. Да. За то, что лайкали. Да. А сердечки поставьте для Виктории. Пожалуйста. Сердечки для Виктории, пожалуйста. Говори, говори. Пожалуйста. Пожалуйста. И никто не ставит нам сердечки. Жалко, да. Мы плохо поработали. Да, нет. Нет. Ну что, пока. Ну ладно, пока. Мы не обиделись. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео. В описании. С вами была Оксана Майкова. Пока-пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok